Привет всем! Итак, у нас сегодня суббота, отличный день. Первый день сегодня был заморозок, где-то минус один, минус два. Нам говорили об этом не за неделю, наверное, предупреждали. Все сбылось вплоть до градуса. По-моему, где-то было минус один, минус два градуса мороза, но сейчас 53 тепла. Очень тепло, мне в этой куртке очень жарко, но я собираюсь в спортзал. У нас, когда я в спортзал, выходишь такой весь разгоряченный, и тут вот как-то такой у нас сквознячок, и вечно ветры у нас же, и только бах, и можно, в общем-то, заболеть. Сейчас нужно быть очень осторожным, потому что уже начинают болеть, дети болеют очень сильно, при этом родители их не держат дома, они их все равно выбирают в школу. Иногда сидит на уроке, ну кашляет, ну без остановки, вот. И думаю, ну что ж, где не держат-то дома, хотя бы на денечек бы, подержали бы, полечили бы немножко. Вот, вот такие дела. И сегодня я иду в магазине на парковке, знаете, где такой ветерок, тоже всегда на парковках почему-то. И сидит ребенок в этой тележке железной, которая, ну, тележка, да, на колесиках, в супермаркетах. Девочка сидит, на ней ни шапки там нет никакой, какая-то кофточка, ноги голые, но хорошо будет носочки одели. Сидит, песни поет. Родители пока выгружают все в машину, не спеша. Вот, сидит, песни поет, меня увидела, заулыбалась, и говорю, I like your song. Молодец! Холодно, ветер, а она поет, а она еще больше улыбается. Вот так вот, понимаете, люди не спешат одеваться, развиваются очень быстро, до сих пор еще шорты у нас. Дети приходят в шортах, в сланцах, мы их ругаем, выходим на улицу, они там, уууу, первое так время. Потом бегают, все последнее с себя снимают. Вот так вот. И, в принципе, не так часто болеют, как, допустим, я помню, у нас болели постоянно. Но у нас суровее климат гораздо. Вот, вот такие вот дела. На работе, что на работе? У нас идет вторая неделя, мы вышли. Вторая неделя? Я уже не помню. Короче, у нас были очень маленькие каникулы осенние, всего 4 дня. И вот пошла у нас, наверное, уже вторая. Вот это была неделя полная. Устали, конечно же, как обычно. Ой, я в Инстаграме делала пост в пятницу, это было вчера. Потому что вчера, у нас обычно пятница, это такой самый тяжелый день. Особенно вчера вот было как тяжело, потому что накануне вечером у нас в городе, в центре, на Центральной авеню, проходил общий такой организованный праздник для детей по случаю Хэллоуин. Раздавали конфеты, то есть они объелись этих конфет, сахар в крови повысился, а это значит, что жди фейерверка, непослушание, агрессии и так далее и тому подобное. Вот кто-то вот будет, их будет бомбить просто. И мы утром с девчонками такие пришли, все уставшие, кто-то не выспавшиеся, кто-то не в настроении. И так, девчонки, давайте сделаем сегодня как можно проще. Вот нас четверо, мы делаем одно и то же все четвером. У нас, наверное, у меня больше всего обязанностей получилось так. У меня шесть уроков RTI, это я веду английский язык, смеяться можно, да? Такое только может в Оклахоме случиться. Нагружена я больше всех этими уроками. Потому что у меня киндергарн с детского сада до пятого класса. У кого-то только с детского сада по третий класс, вот так. Или они присутствуют, но делают совсем другое. А я работаю по этой специальной такой программе. И я говорю, давайте сделаем как можно проще сегодняшний день. Хотят рисовать, пусть рисуют. Хотят разукрашивать, пусть разукрашивают. И на тебе, выходим в коридор, и я узнаю эту фигуру. Я ее видела в прошлом году. Это из Оклахома-Сити приезжает команда. Они проверяют, как мы работаем с Voyager, программа. Та же самая женщина, я ее помню с прошлого года. Идет, улыбается мне навстречу. Зато я не рада тебя видеть, особенно в пятницу. Вот она в прошлом году приехала в пятницу, в конце октября. И в этом такое впечатление, как будто она специально выбирает эту пятницу. Неужели она не думает, что пятница, конец недели, все люди хотят как-то более спокойно ее провести, а не нервозно, да? И я открываю дверь кабинета, где забирают мне детей, а учитель меня так подзывает, говорит, зайди сюда, зайди и закрой дверь. Говорит, по-моему, сегодня будет обсервейшн. Обзервейшн – это когда она будет смотреть на твою работу, да? Она говорит, амсулсой, амсулсой. И я говорю, ах, ерунда какая, господи, ну пусть смотрят. Ну что, они не знают, что я из России, господи. Ну откуда мне взять? У меня все равно будет акцент, все равно я буду неправильно говорить. Все, что я могу, все. Я иду по учебнику, как учителя, как у них там сказано, так я и говорю. Вот, как получается, так получается. Плюс добавляю какие-то свои такие моменты, ну вот, как я считаю нужным, да, как я считаю нужным, что может работать. Какие-то там, просто из собственного опыта. Вот, ну в общем-то пошли мы с детским садом работаю, она сидит, слушая. Там мы в одном кабинете, в одной аудитории, она такая большая аудитория. Один угол мой, я так заняла, там поставила такие парты полукруга, мой учительский стол, а она в другом конце. То есть мы друг друга практически не слышим, мы не перебиваем. Ну как мы слышим, но нечётко, мы не мешаем друг другу. Я сосредоточилась на своей группе, она на своей. И вот она сидит, слушает, слушает, что-то записывает там по этому, по компьютеру клацает, то её, то меня, то её, то меня. Потом у меня пошла следующая группа, мы опять то же самое дело. Потом пошла следующая, она меня вылавливает, значит, между группами. И она подходит и говорит, знаете, то, что вы делаете, особенно с детским садиком, это, говорит, вообще что-то потрясающее, потрясающее вообще, amazing job. Я так на неё думаю, она, может, меня перепутала с кем-то. Я говорю, спасибо. Я говорю, я делаю всё, что могу. Нет, вы себе не представляете. Я знаю, как трудно работать с детским садом особенно, и как вы делаете amazing job. И, в общем, она сидит дальше, сидит там за моей спиной, она пристроилась, по компьютеру что-то там клацает, подошла мой бейджик, почитала мою фамилию, спросила, как меня зовут, Светлана, ага. В общем-то, что-то там вписала в этот репорт. И я уже, как бы, у меня пришёл другой класс, второй класс. Она у меня большая группа, и все девчонки, и все говорливые, и все такие крикливые. И я их пытаюсь, конечно, как бы держать, но это очень трудно. И я так поворачиваюсь к ней, просто улыбаюсь, говорю, вы знаете, говорю, просто вот эта группа у нас, у меня она самая такая крикливая. Я прошу прощения. Она говорит, о, даже не переживайте. Говорит, та группа, та ещё, говорит, более крикливая. Ну, вот так вот мы. Но ничего, зато они кричат, но выкрикивают, в принципе, по поводу. Да, они ещё такого плохого не делают. То есть мы отработали всё там в парах, и даже то, что не нужно, то, что там не входит в этот учебник. Я очень люблю, когда учитель, ученик, они работают в парах, да, проверяют друг друга. У них там свои вот эти вот борды, на которых пишут маркерами, книга. Ну, в общем, всё, что нужно. Всё, отработали мы этот урок. Ещё там один, в общем, она потом уже уходит. Она там нас отблагодарила всех. Говорит, ну, это, говорит, ну, такой вы вообще замечательный. Вы такую работу делаете, такую работу делаете. Говорю, спасибо, конечно же. Потом ещё в коридоре она встретила меня, говорит, у вас школа вся блестит, такая чистая. Я не видела вообще, давно не видела такой чистой школы. Я говорю, а что, может быть, по-другому? Она говорит, может быть, по-другому. Я знаю, что у нас в Понка-Сити все школы чистые, блестящие просто, ну, очень чистые. Она же есть, наверное, по всем школам штата, наверное, видит какие-то другие. Ну, и мы, короче, с девчонками, как только увидели, что за ней захлопнулась дверь, ну, она там, естественно, высказала всё, значит, на администрации нашей, и она здесь положительная. Вот, и захлопнула столько дверь, и мы такая, слава богу, она уже ушла. Как давай там выплясывать в этом нашей учительской. И по этому поводу я быстренько сделала фотографию и написала пост, потому что у меня сразу шёл этот 30 минут, у меня был мой ланч. И столько людей вообще, я просто поражена, поражена людьми, девчонки, которые так вот рады за меня, поздравляют. Всем честно, поздравлять-то не с чем особо, но всё равно, знаете, это так приятно, какая-то такая поддержка, волна, двойне такая радость получается. Я смотрю на людей и удивляюсь, ну, какие вот молодцы всё-таки, знаете, радоваться с другого человека. Человека это, причём это тебе, никто, я же им никто, не родственник, да, просто чужой человек. Радоваться с другого человека чисто от сердца, это потрясающе, это вернётся в 100 крат, просто в 100 крат вернётся. Вот такие вот дела, да. Вот, другая, когда-то в прямом эфире я рассказывала, в детском саду пришла новая женщина, такая вот полноватая, и она не могла выставить, она уже уволилась сразу же после недели. Детки вот эти, детский сад, с которыми я работала вот месяц, уже полтора месяца с ними не работаю, они до сих пор, что значит маленькие дети, если им что-то запало в сердце, это уже всё. Каждый раз, когда они проходят мимо, это вот 26 человек тебя каждый пообнимет, повисит на тебе, скажет, как он по тебе скучает. Ну это вот так прямо, ну прелесть, ну такая вот бальзам для сердца. А знаете, какой вот очень простой секрет, только-только я для себя открыла. Нужно не только учить, не только там требовать что-то, но ещё с ними надо играть. С детским садом я просто получала удовольствие от того, что я с ними играю. Представляете, я вот сама себя поймала на мысль, что мне нравится с ними играть. Наверное, у меня детство где-то сидит, и оно от меня не уходит. Я в детстве очень любила играть, у меня мама, папа никогда не знали никаких проблем, как меня развлекать. Потому что мне не надо, у меня свой мир, у меня там игрушки, за которыми смотрю, у меня там всё-всё-всё, и я могу играть часами. И такая серьёзная у меня игра, понимаете, происходит что-то у нас там, действие, не просто там пупсов переодевать. Действие происходит. И вот мы с детворой там играем, и то в кухне у них там какая-то, то вот эти пазлы, то ещё что-то, знаете, и всё. Их сердце может сказать твоё навсегда. И точно так же вот и захожу, и 4-й, и 5-й класс. Я тоже сейчас, знаете, как если захожу, у них центры, это моё любимое время. Только они мне в дверях, они прямо сразу бегут, так вот с распростёртыми руками, потому что я с удовольствием с ними играю. Это морской бой, или это шашки, или это кубики, там вот эти вот считать, математическая игра. Либо это логическая, либо это геометрическая. Я всегда за. Я или смотрю, показываю, как играть, либо играю вместе с ними, либо счёт веду. Ну так вот, знаете, просто принимать участие, не просто столбом стоять, а принимать участие, естественно, по-доброму. Пресекаю всякие эти читеньки, как говорится, да, когда обманывают. Мы не обманываем, мы тут играем честно. Требую честной игры, в конце концов. Вот, и, знаете, вот такое вот простое правило, просто играть иногда с детьми, и всё. И они будут, в принципе, к тебе повёрнуты лицом. Вот такие дела. Наш Native American, я говорила, что у нас один есть только такой же, он такой же, как и мы, ассистент, но при этом вообще нифига не делает. Мы с девчонками не можем понять. Сейчас я думала, что его уволили. А потом у меня такой вопрос просто, мы вчетвером все с девчонками, у нас одно и то же расписание, мы с этими РТА возимся, с этими группами, потом у нас обязанности разные всякие. А у него никаких обязанностей нет. В общем, в принципе, холостяк, не пустяк. Я говорю, а он как, у нас тут временно или... А они говорят, ой, да у него там, он в прошлом году весь код ни одного какого-то там, никакой одной бумажки, короче, не сделал. Другого бы уже уволили. А его уволить не могут, потому что он этим, в Америке, вот так вот, понимаете, да, направил. Нас бы, любую из нас бы, уже давно бы сказали, так, всё, готово, следующее. А его не могут уволить. И вот сидит он что-то, нам по компьютеру клацает, вот так вот, такие вот дела. Вот, в общем-то, ну всё, поехали, хватит болтать. Пошла я сейчас в спортзал. Мы уже, сегодня утром я съездила по магазинам, прошвырнулась, купила то-то, то-то и это. В общем-то, на прошлой неделе какие-то вот шмоточки подкупаю, зачем они мне нужны. Куртку вот купила сегодня тоже. И думаю, надо какую-то более такую тёплую, потом думаю, может, она мне не нужна. В общем, вот так. Как бы у нас тут морозы, они нечастые, всегда всё время в машине, всегда тепло. А на улицу мы не выходим, если 32 по Фаренгейту, это значит ноль. Всё, что ноль и ниже, мы на улицу не выходим с детьми. То есть мне переживать за это не надо. А остальное всё перебежками. Шапки у меня пожизненно нет. Вот, ну, вот так вот. Ветра, конечно, здесь немножечко усиливает холод иногда, но это выжить можно. Это, конечно же, не центральная Черноземья и не Сибирь, я вам скажу. Это всё гораздо проще. Так что всё, всем удачи, увидимся. Надеюсь, пока-пока.